Пришел в Коралловый клуб. Есть тот самый человек, который познакомил нас с Коралловым клубом. Правда? Ну поднимите руку. Вот у кого прямой наставник? А кто через рекомендацию? Вот мне прям хочется. Вот кто через рекомендацию? Есть такие, есть такие. У кого-то есть прямой наставник? Я могу вам точно сказать, что как ни странно, вот про законные, волчезаконные линейного бизнеса Снежана чуть-чуть вам сказала, и в принципе нам всем это ясно и понятно. Да, закрытие своей собственной информации, закрытие своего собственного опыта. То есть не дай бог люди узнают какие-то ваши секреты. То есть в линейном бизнесе открытие себя, то есть вот доброта такая, она нереальна. По большому счету она нереальна. Тот человек, который вас пригласил, возможно, возможно, не так долго в компании. Есть такое? Вот у кого наставник, например, человек, который в компании, ну, всего лишь 6 месяцев. Есть такое? И вы наверняка считаете, вот если бы у меня был серебряный мастер, золотой мастер, вот я быстрее бы всего там достиг. Нет такого? Ну, у нас есть, по-моему, у многих арт есть такое. Вот я же понимаю, что в душе это есть наверняка. Я очень хочу, чтобы каждый из нас понимал одну такую простую вещь. Во Вселенной все возвращается. И если мы поймем, что тот человек, неважно каким образом, познакомил нас с коралловым клубом, ему необходимо быть благодарным. И даже если у вашего непосредственного наставника не хватает где-то, возможно, навыков, умений, вот то, о чем говорила Снежана, вся спонсорская вертикаль готова вам прийти на помощь, вот опять при одном маленьком условии, в ваших действиях и в вашем желании. И благодарность, она всегда дает отклик. Невозможно не быть благодарным. Невозможно не говорить спасибо. И вопрос наставничества и значимость именно наставнической вертикали, наставника, спонсора, это та самая тема, которую нужно принимать, нужно понимать и нужно ее использовать дальше для своих людей. Для тех уже людей, которые будут приходить к вам. Неважно на уровне потребления, либо на уровне партнерства. И вот эту потрясающую тему вам раскроет человек, который очень четко знает, наверное, и плюсы, и минусы. Все, что происходит в сети с точки зрения наставничества, с точки зрения благодарности, с точки зрения настоящего спонсорства. Для вас эту тему раскрывает серебряный мастер компании, международный коралловый клуб. Профессионал своего дела, который прошел и Крым, и Рым, и может поделиться вот тем самым опытом, который действительно бесценен. Борис Попов. Спасибо вам за аплодисменты. Ну, скажем так, я уж теперь не знаю, что рассказывать после того, что вам рассказали. В принципе, если я ничего не буду рассказывать, у вас все и так получится. Но если вы ничего не запомнили из того, что рассказывали, то есть последующие группы тем, вы снова все поймете. Если вы будете использовать навыки вот моей темы и следующие, то вам, в принципе, больше ничего и не надо. То есть, если поняли все, что раньше было, хорошо. Не поняли, ничего страшного, у себя все получится. Тема спонсора, она очень интересная. С той точки зрения, что ее рассказывать сможет только тот, кто прочувствовал, что это такое. В зале есть люди, кто занимался спортом серьезно или сам тренировал? Раз, два, кто еще? Ну, кто? Отлично. Ну, встаньте, пожалуйста. Буквально два слова. Скажите свое отношение, кем был для вас ваш тренер? Если вы тренер, ну, нет, о своем тренере, кем он ебал? Кем он для вас ебал? Кем два-три слова? Идеал, скажем, для подражания. Почему вы стремитесь, что нечто идеальное. Хорошо. Человек, который придет к тебе, придет к тебе, придет к тебе. Ну, это наставник. Наставник. Как он в смысле наставник? Ну, даже наставник не то, что в плане даже спорта, а в плане жизни. То есть смотрел даже, как он живет в той сфере, которая не касается спорта. Микросседине, как все сказано. Хорошо. Это человек, который открывал новую информацию, всегда поддерживает. Только информацию? Ну, вообще опыт передавал. Передавал опыт. Поначалу это информация, потом это опыт открывает. И потом поддержка ежедневная. И непререкаемый авторитет. Заслуженный тренер, у которого награды есть. Потом было очень приятно, когда уже закончил заниматься спортом, что и выпить с ним можно. Больше, чем родители. Ну, авторитет, непререкаемый авторитет. Спасибо. Дело в том, что синоним слово «спонсор» — это тренер. Это не учитель, это не нянька, это не тренер. Ну, спонсировать в переводе с английского языка означает брать на себя ответственность. Только резюмент. Тренер, спонсор — это человек. Который является непререкаемым авторитетом. Человек, который ведет вас к цели. Человек, который дает вам необходимую информацию и навыки, с кем можно выйти. Это важно. Да. То есть это и друг, и товарищ, и авторитет, и поводырь, и мама, и папа, и так далее. Скажите, пожалуйста, из средней статистической такой жизни много у людей, у средних людей, вот таких вот поводырей, и так далее. Есть ли они вообще такие? Нет. В жизни. То есть называется, мы родились, а нам инструкции не дали, и поводыря не дали. И в детстве как-то у нас папа и мама, ну, которые чему нас учат? Ну, мы таким элементарным действием. А вообще они учат нас тому, что умеют сами. Да? И, как бы, порой зачастую бывает так, что любить-то мы их любим по определению, они родители наши. А вот уважать – большой вопрос, да? Ну, первое, родители, они хорошие, потрясающие. Но они проработали всю жизнь на заводе, они, как бы, заслуженные люди. А ребенок их хочет, а я вот хочу, например, иметь то-то, 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 я хочу быть таким-то, таким-то, таким-то. Родители в этом, к сожалению, помочь не могут. Правильно? Это не хорошо, не плохо. Они дали ему то, что дали, дальше сам. Но теперь мне скажите, как дальше жить, если ты имеешь даже не цель, если ты имеешь какие-то намерения и не знаешь, что делать? Можно достичь чего-то? Можно. Вопрос какой ценой, какие-то потери. Можно научиться быть хорошим скалолазом без тренера? Можно. Прогноз, да. Здравствуйте, кто звоночек. Можно, да? Теоретически. У кого желание возникнет? Минерам. Минерам. Вообще, тема такая наставника настолько большая, мне очень нравится тема наставничества в всевозможных восточных учениях, там, вегаборствах и так далее, там наставник являлся даже больше, чем родителями, потому что родители дали жизнь, а он проводник по жизни. И следование за ним заключалось в абсолютном копировании его всего. Взглядов, жестов и так далее, и так далее. У нас сейчас, конечно, немножечко не так, но если так вот разобраться, люди взрослые, они те же дети, да? Немножко постаревшие, немножко поглупевшие, немножко более больные, немножко более испуганные, а так, в принципе, то же самое. Рефлексы те же самые и так далее. Ну, скажите, ребенку приятно, когда рядом есть вот большие и сильные, для кого можно опереться, взяв за палец, и ты точно знаешь, что, пойдя за ним, ты точно придешь куда надо. Да. Как дети с укурузой, знаете, дети, они же маленькие, а укуруза вот такая. Они вот здесь вот, взрослые такие, взрослые знают, куда идти, а дети не видят нифига, куда идти-то, заблудиться. И как говорят, пошли со мной, малыши, и пошли. Хорошо ему, спокойно? Как нужно к этому человеку относиться вообще? Хорошо. Хорошо, очень хорошее слово, не обижать его. Отношения очень интересные. Это человек, которого можно не любить, можно не дружить, но его нужно уважать, нужно доверять, да, и делать то, что он говорит. А можно не делать. Если не будешь делать, тоже куда-нибудь придешь. Вот, когда говорят про спонсора, у меня очень хорошие есть, ну, аналогии. Вот представьте себе, вы идете по лесу, и перед вами болото. Такое топкое болото, шириной километров пять. И вот надо идти. Назад не получится, а вперед надо через болото идти. Что делать-то? Как-то палку взять, что-то непонятно, я могу туда идти, а там провалиться, может, вообще не то. Ну, появляется тут мужичок. Он говорит, понимаешь, я здесь каждый день хожу, я охотник, что ты хочешь? Ну, выведи меня, не старайся отсюда. Да, хватит, я тут туда. А, да, я тут обстоятельства хожу. Пошли за мной. Скажите, я пойду, а ты иди за мной. Он взял палку тебе, да, он пошел за мной. Вернее, он пошел. Ваши действия какие? След-в-след. След-в-след. Ну, как, у вас же будут, наверное, свои мнения, да? Может, он не так, а я бы пошел вон туда. Нет, здесь верно небо будет. А там ягод попросил верен. Да? Надо идти за ним. Хорошо. По пути встречается еще один беремык, который попался там, и говорит, что делать? Выведи меня. Что скажет этот мужик? Затем след становиться? За мной. За мной, да? И что он должен делать? Повторять? Мой путь. Скажите, я знаю, куда я иду? В смысле, как дойти, я знаю? Нет, конечно, я иду за ним. Ну, кем я являюсь для этого товарища? Проводником. Проводником, Побударевым. И он мне толкает, говорит, слышь, надо туда идти. А что я ему говорю? Не мешай. Я иду за этим своей целью. Хочешь, иди за мной, хочешь, не иди. Потом встречается еще один. И со временем образуется вереница. Да? А самое интересное, если у нас еще веревочкой одну связать. Да? Веревочкой лучше, потому что если вдруг один проваливается, другие его могут выкинуть. Скажите, мы заинтересованы в том, чтобы все шли след в след? Ну, конечно. А если какая-то часть пойдет в разные стороны, что будет? Что сделает проводник в этом случае? Отрежьте. Веревочку-то он отрежет. Он-то точно дойдет. Хорошая аналогия? Так вот, когда вы идете за ним, вы проходите курсы вхождения по болоту? Нет. Он обязан вас любить? Нет. Вы его обязаны? Уважать обязаны? Да. Следовать за ним обязаны? Благодарным быть им обязаны? Обязаны. Спорить с ним можно? Можно. Результаты будут выглядеть. Нервировать его и раздражать можно? Нет. Домахивать его? Нет. Или, например, «Ах, я устал!» Скажешь, «Ну, отдохни, пока я в прямой видимости». Потом будешь догонять. Нет, я посижу здесь деньок, сказать, усилий. Но если он вас очень сильно любит, за это время полюбить вас успел, он, может быть, немножко подождет, но недолго. Знаете почему? Потому что сзади эти люди, которые стоят, они будут вас отходить. Хорошая аналогия, да? То же самое, если болото поставить вертикально и сделать из нее стенку, получится альпинизм. Да? Да. Потому что когда скалолаз опытный, который сто раз, он инструктор вообще. Инструктор горного туизма. Знает все трещины, все пропасти, вы не знаете ничего. Спорить с ним бесполезно. Скажите, если вы перед этим прочтете книгу по скалолазанию, она вам поможет? Чуть-чуть. Не поможет. Чуть-чуть, насколько? Вы стоите более грамотно. Новый скалолаз. Не получится. Если у вас будет супер-супер оборудование, без него вы сможете залезть? Нет. То есть что является главным? То есть знания не являются главными. Оборудование тоже не является главным. Опыт приобретается. Вхождение. Но чтобы ваш первый опыт не стал и последним, для этого что должны делать? Вы будете на спорте поставить. Да. Абсолютно. Абсолютное его слушание должно быть абсолютно. Это в ваших интересах. И в его тоже, кстати. Потому что, когда вы уже станете достаточно опытным и сможете вести за собой других, а те станут достаточно опытными и так далее, и так далее, как называется такая группа? Команда. Командой-то легче. Поэтому что делает спонсор? Обучает вас и обучает вас обучать других. Правильно? Так вот. Вы это поняли? Хорошо. Я могу сказать, что я знаю несколько людей, которые достигли колоссальных квалификаций, делая одно дело. Два дела. Первое. Они филигранно могли делать промоушен своему спонсору. И второе. Они приводили всех людей к своему спонсору. То есть это очень умные люди. Они позволили профессионалу делать за него всю работу. Мне сейчас мой бывший в прошлой компании, ну я отдельно скажу, один человек сказал, что по существу, если вы будете директором с объемом 1200, и у вас дублицируют три человека, у вас будет доход 1000 долларов в месяц. Всего лишь. То есть смотрите, мы пока понятны все, что я говорю, достаточно доходчиво. Это к тому, что со спонсором можно спорить, ругаться, говорить, что он не прав, а я прав. Ну и так далее. Так вот, по отношениям к спонсору, скажем так, я пережил, скажем так, очень много коллизий в отношениях со спонсорами. Я с ними спорил, и ругался, и не ругался, и так далее. Я пришел. То есть в этом отношении у меня опыт большой. Я работал на больших расстояниях от спонсора. И любовь к спонсору возрастает прямо в профессиональное расстояние. Чем дальше спонсор, тем больше его любишь. Потому что когда он под боком, он как-то теряет свою уже привлекательность, бегает здесь, кружится. Зачем он вообще тут нужен? Когда он далеко, вот почему далеко все спонсоры были, я их до смерти любил. И сейчас как бы тоже так же происходит. Но сейчас мой спонсор рядом со мной, недалеко. К чему я все это говорю? Со временем вы сделаетесь спонсором. Вот вы хотите быть спонсором? Вот какими вы хотите видеть своих партнеров? Вот такими. Скажите. Успешными. Нет, успешными это не о чем. Уже успешными. Инициативный. Обязательный. Ответственный. Ответственный. Да? Дружелюбными. Дружелюбными. Здоровыми. Здоровыми. Да, с кем можно выпить все. Ну, примерно даже так. Дружелюбными, ответственными, амбициозными, там, и так далее, и так далее. Я могу вам сказать один способ, самый надежный. Как получить таких людей? Хотите знать? Вы сами таким станете. А как вы можете таким стать? Вы можете копировать действия и качество своего спонсора. Получается такой замкнутый круг. Вы становитесь таким, как ваш спонсор. А если ваш спонсор не хочет угробить свою будущую команду, он должен как можно лучше работать над собой. Вот тут проявляется как раз вот та самая работа над собой, та самая уверенность в успехе. Вот когда, помните картина «Дети, боящиеся грозы». Чтобы не было такой картины, чтобы вокруг вас были дети, боящиеся грозы, вы должны излучать абсолютную уверенность, абсолютный, скажем так, профессионализм. И им должно быть с вами спокойно и уверенно. Правильно? Равно, как и вам, с вашим спонсором. Поэтому вы должны, скажем так, у нас такая профессия, такая работа, что мы одновременно являемся и спонсорами, и партнерами. То есть мы являемся партнером по отношению к нашему спонсору. Где, Андашка? Спонсор по отношению к нашему спонсору. Да, да. Вы все уже поняли. В принципе, вам уже можно идти работать. Раз, два, три, четыре. Вот этот человек кто, спонсор или партнер? И спонсор и партнер. И спонсор и партнер. Что он должен делать по отношению к своим партнерам? Спонсор. 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 Каким образом? Обучать. Обучать. Показывать, да? Ведь когда вы идете по болоту, он же не садится, проводник, и говорит, сейчас я вас буду учить ходить по болоту. Возьмите ручки и тетрадки, сейчас будет школа хождения по болоту. Тетрадь должна быть толстая, потому что болото длинное. Будем долго писать. А потом пойдем все в разные стороны. Да? Нет? Он показывает. Вам нужно не учить, а показывать. Как в анекдоте, да? Убедировались пальцем. Хорошо. Это вы должны делать по отношению к своему партнеру. А что вы должны делать по отношению к своему спонсору? Повторять его действия. И самое главное, я подхожу к самому главному, соответствовать его планам, целях и задачам. Так вот, из десяти идущих за вами, ну как, расскажем дальше, кто является сейчас тренером действующим? Ну хорошо. Скажите, у среднестатистического тренера сколько примерно учеников? 10-15. 10-15. 20-15. А сколько является ключевых учеников, любимых, в кого он вкладывает 90% в рим? Сколько таких? А? 2-3. Скажите, что нужно делать, ну, по отношению к вам, как к тренеру, чтобы стать одним из двух-трех? Рядом. Быть рядом. Ну, рядом это понятно. А еще что? Выкладываться на максимум. Да, выкладываться на максимум и соответствовать, скажем так, требованиям и задачам своего спонсора. То есть делать то, каким он хочет, да, показывать результат. А для этого, что нужно правильно? Быть этого спонсора. Раз. Второе. Выполнять все, что он говорит. Два. Выкладываться и делать больше, чем другие. Это однозначно. Да? Чтобы вы стали то, что у нас называется ключевой человек. То есть понятие ключевого человека, это когда он, я одним словом скажу, выполняет обязательства, данные своему спонсору и наставнику. Потому что бывают обязательства такие, что если я буду сейчас сколько-нибудь времени делать чего-нибудь, то я, наверное, чего-нибудь когда-нибудь получу. Замечательное обязательство. В остальные равними, это социуют, скажут, такой ты хороший человек. Но работа я будет с другими. Другое дело обязательства, что я приложу все усилия и буду делать все для того, я сдохну, я умру, но я стану изумрудным директором к следующему событию. Чтобы меня награждали, чтобы я гордился вами, а вы гордились мной. Вот такой лучше. Конечно. Как можно доказать, что вы именно такой? Делами. Делами, действиями и так далее. Я из своего опыта знаю, что если у меня несколько человек есть на первой линии, и одни много говорят, 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 причем говорят очень хорошо, красиво, заслушавшимся, а другие делают мне 5-6 трех в день. Как вы думаете, кто для меня будет являться ключевым человеком? 5-6 трех в день. Дело, это с темой промоушеной, вы поняли, что это такое, да? Потому что как в глазах других обозначишь объект продажи, так его и купят. Можно сказать, тут дурачок один сидит, всем рассказывает, все, со смехом умрет, что он недавно из сумасшедшего дома убежал, и все, что вы будете слушать, то сейчас со смехом умрете. И когда он придет, все, что вы будете говорить, если потушить вам скажут, я не по соснух кататься скажу, ну, Райкин там точно отдыхает. Концепция здоровья, а ты захочешься, а бизнес вообще лежишь. А можно сказать, что этот человек, вы теряем с ним большая удача, настоящий профессионал, ну и так далее, и так далее, и так далее, чтобы человек почувствовал значимость. То есть вот когда вы будете так делать по отношению к своему спонсору, приводить своих новых людей к своему спонсору, произойдет чудо, в каком он плане? Вы будете делать несколько интересных вещей. Эта вот штука, о которой я сейчас говорю, называется 2 плюс 1. Вот этот вот новый человек, это спонсор, это вы. То есть вы и спонсор, за одним столом сидите с двумя людьми и так далее. Что в этом случае происходит? Происходит интересно. Вы делаете промоушен своему спонсору, и ваш человек видит, какая удача его посетила, что он может пообщаться с таким человеком. Одновременно вы делаете промоушен этому человеку в глазах спонсора, и этот человек видит, какой вы хороший человек по отношению к нему. То есть все друг друга делают промоушен, и все друг друга уважают. Ваш спонсор профессионально и грамотно делает две вещи. Первое. Он вам показывает, как нужно работать с новыми людьми, показывает. Одновременно выстраивая вам вашу первую линию. Великолепно рассказывает концепцию здоровья. Скажите, если бы любому из вас вы в день слушали бы пять таких концепций здоровья, вот один в один, под копируем, сколько дней потребовалось бы вам, чтобы она вам начала сниться во сне? Троечку дней, да? То есть фактически, если бы вы неделю Евгению уводили своих людей, то потом вы могли бы сами все это делать, да? Да? И одновременно у вас появлялись бы люди, так? Если бы вы слышали концепцию бизнеса, в которой рассказывает Снежана, наверное, тоже, да? Несколько раз в день, в течение недели у вас появился бродный рефлекс к этому, и вы стали бы сами рассказывать. Нет? У меня так было. Да? Скажите, лучше этой школы может быть что-нибудь? Когда вы сидите с своим спонсором, и спонсор рассказывает вам и вашему человеку, что это такое, зачем это надо, кто-то придет, кто-то не придет, но фактически идет одновременно выстраивание вашей потребительской системы первичной, да? Когда одновременно вы учитесь у него на его действиях, как следует делать уже буквально через недельку, и вы будете делать так же по отношению к кому? К своим спонсор. К тем людям, которые вам подписал ваш спонсор, да? Дальше следует предложить? Скажите, для этого требуются великие там сверхшколы? Нет? Для этого надо читать умные книги там по сетевому бизнесу, вот такие толстые, надо читать? Нет? Так вот смотрите. В принципе, если недельку-другую так поработать, скажите, можно набрать себе человек 10 партнеров? С помощью вашего спонсора со собой. Ну, кто знает 10 человек и партнеров? Например, какой объем директорский будет? Ну, тысяч будет, наверное, вместе с вами. 1200. То есть фактически, действуя так со спонсором, вы ничего не знаете, вы ничего не умеете. Я уже заканчиваю. У вас есть одна вещь. Это то, что вы пьете продукты, свои результаты. Да? Этого не отнять у вас. Вы можете рассказывать человеку, что хотите. И второе. У вас есть спонсор, который вам, показывая, как это делается, будет задавать вам команду. Просто до гениальности. Нет? Или чуть-чуть мудрить надо. В этом случае можно спорить со спонсором? И нужно ли? Нет. Когда с вами начнут спорить, докажут, что вы не правы. Что вы будете делать? Переспаривать его? Или переключить на другого человека? Вот так рождаются ключевые люди. Еще есть одна вещь, называется обязательство. Я уже сказал. Это если вам, ваш тренер или наставник, рекомендует быть на тех или иных мероприятиях, я понимаю, что слетает с языка. Денег сейчас нет, времени сейчас нет, сейчас не поеду, в другой раз непременно. Кто так слышал? Кто слышал такие вещи? Называется первая спичечка ломается. После второго раза, а после третьего раза, скажите, извини, хороший человек. Буду работать в другом. Поэтому, если вы хотите динамично развиваться в этом бизнесе, станьте для своего спонсора ключевым человеком. Это означает, завалите его встречами. Раз. Второе. Будьте там, где бывает он. Это два. И третье. Относитесь к своим людям точно так же, как относятся к ваш спонсору. Не делайте им того, что не делают вам. И делайте того, что делают. То есть абсолютная публикация. И последнее. Это скорость передачи информации. Как только вам ваш спонсор что-то сказал, что нужно вниз передать, мгновенно передавайте вниз. Вся информация должна сливаться вниз. Без вашего анализа. Понятно? Когда мой спонсор в последние две минуты, моим первым спонсором была в первой игре компания, где мы были, это вторая, Наталья Ивановна со своим мужем. И когда я их первый раз увидел, я вообще был такой сетевой единственник, очень амбициозный, очень такой горячий. Никто мне был не указ, но я понял одно. Вот я очень четко понял это, и это потому, что я всю жизнь долго занимался профессиональным спортом, и я знал, что я такой тренер. Для меня они стали тренерами. И я понял одно, что они живут намного лучше, чем я, и в их личных корыстных интересах, чтобы я стал таким же или даже лучше. Почему я даже разбираться особо-то не стал? Я понял одно, что они все силы приложат, чтобы я стал таким. Вот таких людей у меня как в жизни не было. Чтобы я куда-нибудь сгинул, разорился и так далее, такие были. Но чтобы они заботились обо мне, чтобы я стал лучше даже, чем они, такого не было. И поэтому я был бы полным дураком, если бы я стал действовать наперекор. Действовал наперекор? Конечно, действовал. Но потом обратно возвращался. Погуляю, обратно вернусь, погуляю, обратно вернусь. Потом прогулки стали более короткими. Потом я понял, что вообще не стоит мудрить, просто делай то, что говорят. Потому что у них есть свой спонсор, который им говорит того спонсора, свой спонсор и так далее. Поэтому, скажем так, как вы все правильно сказали про своих тренеров, будьте им, во-первых, очень благодарны, даже если он на неделю больше, чем вы, у него связь со своим, нашестоящим спонсором, он на неделю опытнее, чем вы. Поэтому будьте им благодарны за то, что из вот этих вот списков своих знакомых они выбрали именно вас, потому что они посчитали вас достойными той жизни, которую они вас ведут. Именно вас они посчитали всеми ключиками к своему счастью, а они получат тогда, когда вы станете такими же. Вы потом это поймете, но постарайтесь понять сейчас, что это даже больше, чем ваши родители, больше, чем ваши папы и мамы. Родители – это биологический процесс, стали и стали. А это осознанный процесс, они ведут вас по жизни, они ваш золотой ключик, который вас привезет туда, где бы достойны быть, скажем так. Я, скажем так, не на словах, а на деле очень глубоко уважаю всех своих спонсоров, бывших, настоящих и так далее. Я очень уважаю всех своих партнеров, которые подо мной. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас была настоящая, пробьет любые стены, согласны? Команда рождается из сплава взаимоотношений спонсоров на старт. Понятно? Хорошо поняли? И так. Но если вы это поняли, тогда ваше большое будущее ждет. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все, кажется, очень просто. Или кому-то все-таки еще кажется, что все что-то сложное. Я сейчас вспомнила вот этот классный слоган, который был у Адидас. Помните? Невозможное – возможно. То есть невозможно – это просто слово. А есть еще другая фраза. Возможно – все. Просто на невозможное требуется чуть больше времени. Я точно знаю, что те люди, которые нас пригласили сюда, они очень заинтересованы, что вот то невозможное, которое может быть в голове у кого-то еще сидит, стало реально возможным. И время достижения того, что мы действительно хотим, сократилось. Вот эти наши люди, наставники, они очень-очень заинтересованы. И, конечно, тортик вы уже видели, а вот вишенка напоследок как раз составляет тот самый человек, который является для огромного количества людей и наставником, и спонсором. Тот человек, который в состоянии выдернуть тебя, ну, из чего бы то ни было, то есть поставить, знаете, вот на определенную, опять, вот тропу, наверное, правильную тропу. Тот человек, который, вот, наверное, действительно, если ты от тропы куда-то вот в сторону вдруг вправо-влево, тот человек, который всегда поставит тебя на путь истинный, потому что этот человек всегда знает, куда нужно идти, почему нужно идти сюда. И вера этого человека распространяется на всю ее огромную команду. Поэтому встречайте, золотой мастер компании Наталья Бандурина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ